На этом уроке мы продолжим наш разговор о пользе изучения науки тасриф или сарф. Приведем еще некоторые примеры. Так, например, в суре ар-рахман милостивы в 64 мая мы читаем слово мудахаматани, то есть они оба, в описании двух райских садов говорится, что они оба, что эти два райских сада темно-зеленые, то есть настолько сильные, настолько сильные зеленые, что они кажутся черными. Поэтому в тафсиры, например, Аль-Джалалейн и в других тафсирах, например, мы читаем саудавани, то есть эти два сада очень черные, то есть кажутся черными. Из-за сильного зеленого цвета они кажутся черными. Как мы видим, речь здесь идет о густом сильном зеленом цвете, который из-за сильного оттенка кажется темным или черным. Но этот смысл указывает форма или модель, по которой пришло данное слово мудахаматани. Мудахаматани – это у нас имя двойственного числа, женского рода, от слова мудхаммун по модели муфаллун, трехбуквенным корнем основы которой является глагол дахима, быть черным. От этого трехбуквенного корня глагола образовали форму идхамма, идхамаму в основе, добавив в начале хамзу, а также алиф между второй и третьей корневыми буквами, и, наконец, удвоение последней корневой буквы мима, где в итоге у нас получилась идхамма по модели, по породе и фаалла, о которой известно, что она указывает на усиление значения непереходного глагола, обозначающего цвета или недостатки, указывающего на наличие цветов или недостатков. Таким образом, если дахим означает быть черным, то идхамма – это, получается, быть очень черным, черного цвета, то есть быть черным до предела. При части действительного залога «ис муфааль мудхаммун», который здесь упомянут, приходит по модели муфаалун, образована от этого глагола идхамма. Как мы видим, знание породы этого глагола, а также значение, на которое указывает данная порода, помогает в полном понимании смысла данного слова мудхамматани. Приведем еще один пример. Суре Аль-Фатиха мы читаем «Ва-ияка наста-ину» «И тебя одного мы просим о помощи». У разных тафсира мы можем увидеть, как муфасиры, толкователь Коран, пишут в толковании глагола «наста-ину» «натлюбуль-ауна» или «натлюбуль-мауна», то есть мы просим помощи. Такой смысл эти ученые взяли с формы или, скажем, породы или модели этого глагола. Так глагол «наста-ину» относится к породе «истаф аля истаф или». В основе у нас было «иста-уна иста-уину». «иста-а на иста-ину» в основе «иста-уна иста-уину». Значит, изначально «наста-уину» у нас было «наста-уина». Чуть позже, иншалу, мы затронем правила, которые здесь и применили. А пока объясним, почему этот глагол переводится, как мы просим о помощи. Глагол «иста-уина», от которого образован данный глагол «наста-уину», глагол «настоящий будущий времени» «наста-уина», был образован от трехбуквного корня «аунин» – «помощь». Путем добавления в начале трехбуквного корня «хамзы син-ита» этих трех букв. Таким образом, у нас получилось «иста-уина» после применения уже в конце «иста-ан». Известно, что одним из основных значений данной породы, породы «истаф аля», является выражение, просьба или требование совершения действия. Таким образом, если корень «аунин» означает «помощь», а добавленные в начале приставки из трех букв «хамзы син-ита» указывают на поиск действия, просьба или требование совершения действия, таким образом, зная данное правило, становится ясно, почему ученые, в своих толкованиях пишут про «наста-уину», мы просим помощи, а не поняли данное значение с породы этого глагола. Подобных примеров очень много, то есть немало в Коране. Например, «истага-са», «истагу-ва-са» в основе «талеб-эль-Говис», то есть просил о помощи, звал на помощь. «истатама» и «талеба-таама» просил еды. «истабда» просил замену, «талеба-ль-Бадаля». «истас-каа», то есть «талеба-сукья», просил питья. «истадана», то есть «талеба-ль-Идна», просил разрешения и так далее. Как видим, одно только вот это правило может пригодиться во многих местах. В одном только Коране для правильного и полного понимания смысла того или иного глагола или имени. Ограничимся приведенным примером из Корана, хотя их можно было приводить очень много. Приведем пример из хадисов. В обоих достоверных сборников хадисов Аль-Бухари и мусинам приводится хадис, в конце которого приводятся такие слова, сказанные пророком Али-Ис-Сулату Ас-Салям. «Клянусь Аллахом, если Аллах выведет посредством тебя, то есть одного человека на прямой путь, то это будет лучше для тебя, чем обладать красными верблюдами». Нас здесь интересуют два слова. Слово «хумрун-наам» является множественным числом для слова «ахмар» – «красное». Согласно правилам, которые гласит, что прилагательные, обозначающие цвета или недостатки, часто приходят по модели «афалю», чье множественное число приходит по модели «фуалю», то есть «афалю» – «единственное число», «двоественное число» и «фуалю» – множественное число мужского рода. мы прочитаем хумурун, дома этой второй корневой буквы, у нас вместо красного верблюда получатся ослы, так как хумурун – это множественное число слова химарун. Таким образом, из-за одной ошибки в огласовке вместо красного верблюда мы прочитали ослы. То же самое касается и второго слова, аннаам, скот, чьим множественным числом является аннаам. У нас даже есть сура, сура туль аннаам, скот. Известно, что слова по модели фаалун, как наамун, например, часто приходят его множественное число и их множественное число проходит по модели афаалун, как здесь, например, наамун, аннаамун. Также, например, сабабун, причина, асбабун. хаджарун камин, ахджарун камни. заманун время, азманун и так далее. Если здесь мы вместо наамун с фатхой первую букву прочитаем ниамун с касрой первую букву, у нас получится множественное число слова ниамун, то есть благоденствие, то есть совсем другое слово. Таким образом, вместо слова скот, наамун, мы прочитали благоденствие, ниамун. А если суммируют ошибки в обоих словах и вместо «хумрун-на'ами» прочитать «хумрун-ни'ами», у нас вместо красного верблюда из числа скота получатся «ослы благоденствия». Таких примеров можно привести очень много, на что потребуется много времени. Продолжим еще на следующем уроке.